МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кетчуп-3 желания". Томаты, томаты и только томаты. О вкусах не спорят, гласит народная мудрость, но есть вещи, что придется по вкусу каждому. К примеру, восхитительные рецепты, которыми мы делимся в самом аппетитном шоу страны «Магия кухни». Я Диана Снегина. Готовьтесь творить вместе. Будем это делать под чутким руководством шеф-повара ресторана Селфи Павла Михеева. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно, Павел. Павел Михеев. Искусный повар-самоучка. В детстве часто наблюдал за мамой-кондитером, впитывая азы кулинарного мастерства. В 10 лет приготовил свою первую шарлотку, которая по вкусовым качествам превзошла все ожидания. Уверен, что творить на кухне необходимо в хорошем расположении духа и обязательно вкладывать частичку души. Ни одна наша программа не обходится без гостя. Сегодня мы пригласили актера и шоумена с потрясающим чувством юмора Даута Шейхисламова. Здравствуйте. Привет, дорогой. Привет. Приветствую. Очень рад видеть, как всегда, потрясающе. Я тоже очень рада. Спасибо, дорогой джентльмен. И продолжая тему нашего знакомства, я хочу представить вам нашего генерального партнера, познакомить вас, так знаете, официально, компанию «Евразинфуз Корпорейшн». И вам, несомненно, знакомы бренды «Три желания», «Шедевр», «Золотые горы». И именно их продукции мы будем сегодня использовать. Уверена, что получится вкусно и аппетитно. Ну что, Павел, будете рассказывать о своих планах, что готовим? Да, сегодня мы готовим салат из морепродуктов с микс-салатом. И на горячее будем готовить шиницы или куриный с ореховым кремом и свежей спаржи. Как вкусно. Морепродукты. Каспийские, копчегайские? Нет, морепродукты средиземноморские, креветки, большие тигровые креветки, я сменоги. Как ты относишься к морепродуктам? Ты кушаешь? Вообще замечательно, обожаю. Здорово, наш вкус совпадает. Паш, расскажите, из чего будет состоять наш салат с морепродуктами? Да, я взял каперсы на ветке, то есть это зрелые каперсы уже. Кстати, давай акцентируем наше внимание на том, что, оказывается, это каперсы. Я никогда не предполагала, что это каперсы, я-то ела маленькие. Да, многие привыкли их видеть маленькими, это почки, это уже взрослые каперсы. А, то есть мы едим почки, а на самом деле... Это почки, маленькие это почки, да, совершенно верно. Вот, потом я взял помидоры черри, взял большие королевские тигровые креветки, обычные креветки, 16-20 мы их так называем, и мини-осминоги. Это все обжаривается будет с добавлением белого вина. Также приготовлены отдельно заранее, потому что они готовятся 2-2,5 часа. Это помидоры конкосе вяленые с розмарином, чесноком, с ревьяном, да. То есть это филе помидоров, микс-салат, будем подавать дольку лайма для заправочки и сделаем заправку на основе апельсинового сока, когда будем вырезать сегменты. Также пойдут еще филе апельсинов в салат наш. И я смотрю, перчик обязательно, да? Да, ну перчик, перчик, соль, да. Соль это морская? Нет, это обычная соль. Обычная соль. Я очень рад, что я сегодня... Обычная наша казахстанская соль. Кстати, мы поддерживаем казахстанского производителя, поэтому сегодня... Да, я тоже стараюсь поддерживать, нужно готовить из нашего продукта. Ну, давайте начнем. Кстати, Паш, ты нас загружай по полной с даутом. Прямо по полной. Что нам нужно делать, говори. Пойдем. Так, даут, вылей мусор. По-моему, можно начинать, да? Да, мы начинаем уже. Так, даут, нужно будет вырезать сегменты апельсина, то есть, да, снять шкурку и вырезать сегменты. Давайте туда перенесем то, что нам сейчас пригодится. Так, микс-салат мы оставим здесь. Дощечку я возьму, да, сюда? Да, 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 да. Давайте так сделаем. Мне можно вот эту дать? Да, пожалуйста. Так, вы можете нарезать каперсы. То есть, их нужно будет разрезать, я покажу, каким образом. Вот так. То есть, один оставляем на веточке. Все, поняла. Какие красивые. Какие красивые нарезаны? Да, только эту часть тоже поснимать и сегменты вырезать. Все. Ребята, а какое ваше самое любимое блюдо? Ну, конечно же, не берем в учет на всеми любимый бешбармак. Так, если не говорить о бешбармаке, что вы любите больше всего? Вот каждый из вас. Вот, кстати, я люблю очень зеленые салаты. Зеленые салаты, то есть айсберг... Вообще все зеленые. А, абсолютно все зеленые. Да, больше зелени, больше овощей, больше... Правильно, здоровое питание, это всегда хорошо. А вы, Павел? Ой, знаете, я, если честно, у меня нет, наверное, такого любимого блюда. Ну, прям нет ни одного любимого? Я люблю национальную кухню, то есть русскую, люблю казахскую, абсолютно, конечно, и люблю еще еврейские национальные блюда. Просто обидно, что национальные рецепты пропадают, потому что национальную кухню вытесняет заграничная с каждым днем. Это паста, пицца и прочее. Да вы наш человек, а? Так, что теперь делать? Может быть, еще что-то порезать? Да, теперь черри вы можете нарезать пополам. Черри режем пополам. Да, черри мы нарезаем пополам. Каперсы я уже нарезала, сказали всегда каперсы, ну надо же, а? Я их всегда так любила. Теперь буду любить... Нам понадобится... Не только порошки. Так, я справился с первым заданием, довольно-таки неплохо. Отлично, да, неплохо. Все-таки... Мы вот эти попки убираем? Ну, можно убрать, да. 12 лет шеф-повар школьной столовой. Серьезно? Да. До сих пор в школьной столовой? Да, ну вот там, где учился... Ты мне скажи вообще, чем ты не занимался? Мне кажется, ты занимался всем по чуть-чуть. Так, нам нужно будет включить, поможете мне. До сих пор учусь. Кстати, вы знаете, что слово дилетант, ну изначально, оно означало то, что человек умел и знал всего по чуть-чуть. То есть он был такой разносторонний раз. А сейчас это утратило, и теперь дилетант, видите ли, это тот, который мало... Не разбирается. Разбирается. Поэтому тебя смело можно назвать дилетантом. У нас может быть растительное масло. Растительное масло. Да. Мы, конечно же, берем нашего казахстанского производителя. Сколько мы масла наливаем? Ну, я думаю, грамм 20-30, то есть этого будет достаточно. Можно будет 40. Для того, чтобы обжарить морепродукты, да? Конечно. То есть апельсин у нас уже пойдет на... Вот понадобится еще масло? Нет, пока нет. Могу помочь, могу лимон съесть. Я тоже на споре ела лимон. Все, остальное у нас пойдет только для подачи. Все, я начинаю обжаривать морепродукты. Давайте, давайте. Сколько минут, кстати, их обжаривать? А самое главное в Баку. Очень вкусная еда. Это да. Азербайджанская кухня шикарная. На первом месте вот идет наша, казахстанская, да? На втором месте азербайджанская кухня. Да. Ну, это мое личное наблюдение. Ну что, мы теперь будем не только казахстанского производителя поддерживать, но и азербайджанского? А помидоры какие бакинские, да? И огурцы. А зелень как? А кинза какая? Боже. Кинза вообще. Вообще в этих регионах Азербайджан, Грузия, очень-очень-очень хорошие вообще продукты, я имею в виду зелень и прочее. Добавляем соль. Сколько мы обжариваем? Сколько нужно обжаривать? Обжариваем 3-4 минуты, то есть смотрим по готовности. Ну, в любом случае, креветки, которые поменьше, они быстрее готовятся. Которые побольше, они, соответственно, дольше. Добавляем черный перец. Вот это хорошая смесь, 5 перцев, очень пряная, да. Всегда лучше использовать несколько видов перцев. Если дома есть мельница большая там, либо маленькая, лучше туда засыпать как можно больше перцев. Да, как можно больше видов. Как раскрываются наши маленькие смешки. Да, многие раскрываются, конечно. Приветки. Мне понадобятся щипцы. Да, вот подай, пожалуйста, Павел. Спасибо. Так. Уже вкусно. Ну да, запах морепродуктов. Действительно, от одного запаха и вида уже может разыграться нешуточный аппетит. Ну, я думаю, это вот вообще потрясающий тандем, когда наши казахстанские продукты и не казахстанские морепродукты. Это точно. Вообще потрясающий запах. Возьму немного лайма, но можно взять лимона, просто для немного гистоты, побрызгать лимоном. Теперь нам понадобится белое вино. Сухое белое вино. А вина сколько? Ну, я думаю, грамм 15-20. А что вообще дает вино? На какую цель мы его добавляем? Любое красное, белое вино добавляют для того, чтобы сглазировать. Все, что выделяет на сковородку любой продукт, вино это все объединяет в один вкус. Я Нельсон Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкусы запаха. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус в ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Чем можно дальше вам помочь? Так, я взял еще одну сковородку, она чистенькую. Мне нужно масло еще немножко. Масло? Растительного, да? Да, нашего растительного масла. Да, наливайте. Сколько? Я скажу. Достаточно. Задача такая. Вот эти помидоры черри, задача дать им колер, то есть, ну, чтобы они здесь были с чернотой немножко, подгорели, так скажем. Но не сильно, тут нужно момент уследить, то есть, на нагретое масло, соответственно, мы выбросаем черри, чтобы они немножко подгорели. Каперсы у нас пойдут уже потом в готовый салат, с миксом мы их замешаем. Ну и все, в принципе, и будем подавать наш салат. Павел, а вы вообще больше знаток какой кухни? Знаете, я стараюсь, ну, более разносторонне изучать все. Я вот одно время был в Китае, работал там тоже, изучал китайскую кухню, но особо не очень люблю готовить, потому что для этого специально оборудование нужно, то есть, сковородовок. Это весна, все летает, светит. Бабочки, видишь, у нас в студии. Да. Хорошо, что у вас в студии газ, поэтому у нас очень быстро нагревается масло. На электрическом плите это будет больше. И можем поменьше сделать. Да, можно чуть-чуть поменьше сделать. Немножко и все равно нужно будет подсовет. Дома, конечно, особенно 8 марта. А, особенно. Каждый год 8 марта. Каждый год 8 марта. А что готовишь? Чем радуешь, Дам? Ну, скажи мне. Ну, конечно же, торт. Само ешьте? Нет, покупаю. Заказываешь? Слушай, ну ты молодец, готовишь шикарно. Ну, заказываю ещенцу из ресторана. И... Лишь фармак. Шутка. Кстати, никогда в своей жизни сам не готовил. Серьезно? Не пробовал даже? Ну, картошку жарил, рагу делал, курочку там сушил. Ну, а студентам? Студентам нет. Ну, студентам, опять же, наши казахстанские производители выпускали такие сочни. Кстати, 10 минут, все вкусно. Так у нас почти до сада все готово. То есть помидоры вот так обжарились, немножко до кулера, как я говорил. Красиво. Вот, теперь, в принципе, мы можем подавать наш салат. Продавать или подавать? Сначала подавать, потом продадим. Ну, в тех местах, где повара работают, мы их продаем. Но здесь мы будем подавать. Но здесь Павел нам дарит. Да, и показывать нашим телезрителям, как это делать. Так, нам нужна будет соль? Соль, соль, да, чуть-чуть. Нужна будет, конечно. Хорошо, пусть будет. Мне понадобится еще масло немножко ваше. Какое? Нашего масла. Я подам. Растительного? Да, растительного масла. А вот, с краю, ага. Так. Казахстанский производитель. Да, наливайте масло. Отметим еще раз сюда. Казахстанский артист наливает казахстанскую чашку. А как называется этот салат? Давайте как-нибудь назовем салат. Такие салаты обычно... Ты наш большой фантазик. Они так и называются, салат с морепродуктами. Нет, ну надо как-то назвать его. Ну не знаю, да. Сейчас предложи диверсию. Морепродукты. Помидоры, черри. Нет, нет, нет. Может быть, что-то из твоего эквенского прошлого твоего? Что-то. Ну, давайте салат назовем тогда... Масляков? Нет, не надо. Нет, не надо. Я уверен, он нас смотрит. Классическая заправочка, масло, сок лимона, либо лайма, сок, перец. Возьмем микс салат. Так. То, что любит Дау, тоже живет на дне океана. Достаточно. Панч-боб. То, что... Скорпин. Обожает, да? Да, зелень. Слушай, ну по твоему заказу прям, посмотри. Морепродукты ты любишь, зелень ты любишь. Зелень люблю. Без апельсина ты вообще жить не можешь. Правда? Без апельсина, да. Диан, вы, пожалуйста, можете забросить каперсы сюда. Куда? Сюда, прям, прям сюда. Мы все, да, забрасываем? Да, я думаю, всех нам как раз будет в самый раз. Вот, кстати, стручки вот эти вот, как это? Хвостики. Да, кушать без хвостиков, но для, так скажем, эстетики... Ну это для антуража, знаешь, для красоты. Да, я думаю, достаточно будет нам вот этого. Для антуража, да, это будет в самый раз. Так, теперь задача. Чтобы просто не стоять тоже. Так, задача какая? Возьмем сегменты. Нужно будет выложить сегменты. А, теперь у нас украшение началось, да? Ну, то есть, да, уже подача салата. Смотри, да, вот как ловко Павел все это делает. Одним движением руки уже шедевр получился. Паш, ну вы, наверное, дома-то тоже не готовите, да? Готовлю, все думают, что не готовят поворот. Первый повар на нашей магии кухни, который люди готовят. Когда есть время, когда есть время, я готовлю. Теперь помидоры вот эти вот, которые у нас обжарились, мы замешиваем тоже сюда. Сюда, в салат. Да, немножко перца. У нас два салата получилась. Зелень различная. Ну, порция крупная, потому что мы... Помидоры, перец. Да, мы же в студии, я же не один, и мы не одни, то есть, да. Заправочка можно мне вот эту? Филипп с нами. Заправка вот эту, да? А, расскажите, пожалуйста, еще раз заправку. Масло, лимонный сок, да, я использую наше масло, ну, конечно, можно использовать оливковое масло, лучше, конечно, оливковое, но наше масло, допустим, ничем хуже, чем оливковое. Тем более, в таком тандеме, я думаю, наливаем масло. Масло, лимон и... Масло сок цитруса подойдет лимон, апельсин, лайм. В принципе, эта заправка называется цитронет. Ну, то есть, как оно есть. Перемешиваем салат. Всегда салаты перемешивайте руками. Ну, это все знают уже в наше время, то есть, лучше, если не хотите марать руки, иметь дома, даже для дома, перчатки, они стоят не так дорого. В любой аптеке продаются. Я придумал название для салата. У нас есть зелень, у нас есть морепродукты. Есть море красное, есть черное, а у нас будет салат называться зеленое море. Отлично. Да, отлично, кстати, оригинально. Надо запатентовать. Выкладываем салат, стараемся сделать горочку, потому что, да, все, и две больших креветочки. А, этого уже не понадобится. Да, две больших креветочки. Все, в принципе, салат готов. Ну что, приступим к дегустации, ребята? Да, давайте попробуем. Давайте, да. Зеленое море. А может быть, тарелочки вам раздать? Да нет, мы с большой порцией, по-моему. Давайте вы тоже с вами. Как в студенческие времена, да? Лучше пробовать так вот. Обязательно попробуйте вот вяленые конкассы, которые я принес заранее приготовленные. С каперсами. И еще с лимонной цедрой. Ну, то есть вкусы такие прям бомбовые, считай. Раскрываются очень хорошо. Ммм, правда, очень вкусно. Салат с морепродуктами. Обжариваем мини-осминогов и креветки на растительном масле. Солим и перчим. Добавляем сок лайма и белое вино в подрумянившиеся морепродукты. Чистим апельсин и вырезаем сегменты. Каперсы и помидоры черри режем пополам. В отдельной сковороде поджариваем томаты до появления корочки. Приправляем специями. Смешиваем их салат, обжаренные черри, каперсы, соусом из растительного масла, сока лайма, соли и перца. Выкладываем их горкой поверх морепродуктов, апельсинов и вяленых томатов. Салат готов. Пришла пора переходить к главному пункту нашего меню. Блюду номер два. Рецептеры сансыз. Три желания майонеза. Ну, Павел, рассказывайте, что мы будем делать далее, какое-то блюдо и какие ингредиенты нам понадобятся. Да, мы будем готовить куриный шницель. Это, ну, так скажем, Германия, Австрия. Ну, это вообще австрийское блюдо. Будем готовить шницель куриный, но со спаржей и ореховым кремом. Ореховым кремом? Крем будет из четырех видов орехов на основе нашего майонеза. То есть название крем, но он совершенно не сладкий, просто из-за текстуры. Для этого понадобится куриная грудка, соответственно, сухари панировочные, мука. Это для курицы. Это сухари? Это панировочные сухари, панкут, да. Ну, такие импортные, можно сказать, сухари. Мы можем, опять же, использовать наши казахстанские обычные сухари. То есть нет никакой разницы? Да, просто я привык работать с ними, как бы, ну, мне попроще. Это японские, да, сухари? Да, их в японской кухне используют, в европейской кухне используют. Так, дальше что нам еще по адресу? Я могу кремом заняться. Без проблем. Так, кунжутное масло, спаржа, вот это салат Радиккио. Да, то есть такой салат Радиккио, он уже нарезан, он бывает целый, это нарезан. Но он, в принципе, пойдет только на украшение у меня. Вот, ну, соответственно, орехи, яйцо для лизона и мука для панировки. Вот. Можно приступить. Да, вот. Что мы делаем? Да, орехи, вот эти все орешки, пробить в блендере. Прям пробить. И добавить туда капельку кунжутного масла. Ну, как капельку, так, чтобы... А, после того, как пробили? В процессе. То есть можно будет даже сразу залить, ничего страшного. Все, я знаю. Что мне делать? Вам, вы можете почистить спаржу, я... Как ее чистят? А мы возьмем вот так вот немножко спаржи. Я думаю, нам вот этого хватит, даже будет много. Вот. Возьмем спаржу. Да, вот, что ты добавил туда? Кунжутное масло? Да. Уже все знаешь. Да, я вообще... А говорил, никогда не готовил. Диан, вам нужно будет их... Она молодая. А, все, поняла. Будет совсем немножко снять... Хорошо. Так, сейчас будет шумно. Без проблем. Все. Так, я займусь курицей, чтобы кремообразно у нас все это было. Куриное филе у нас уже... Я его обработал заранее, чтобы в студии этого не делать. То есть я убрал малое филе, очистил от всяких прожилок. Угу. Чистое куриное филе. Угу. По времени сколько примерно готовится это блюдо? Шницель. Если вот так, да, засечь с секундомером дома. Ну, если с подготовкой, вот чем мы сейчас занимаемся, минут 15, я думаю, да. Если уже как бы, ну, заранее это все подготовлено, сам процесс приготовления быстрый. То есть шницель жарится по 2 минуты с каждой стороны в духовке. А это не будет мясо с кровью? Нет, зачем. Потом мы его отправим в духовочку на 180 градусов на 6-7 минут, да. Всего, да? Да. Да, будет достаточно. Вот, теперь нужно это нам в чашечку это все убрать, отдельно. Вот. Всегда отбивайте мясо в пленке, любое мясо. А, ну, да, 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 это я помню. Чтобы был и молоточек чистый, и чтобы не разлетались куски мяса, да. Сначала разрыхляем, то есть это стороной, где у нас зубчики. Она будет разрыхлить мясо немножко. Грудку приправляем солью. Солью. Кстати, я заметила, вы морскую соль не используете? Сегодня нет. Почему? Ну, как-то вот так. Все, море холодное. Я как-то туда ходить, засолю. Как-то там без нее и... Соль мутная. Так, взбиваем яйцо, это для лизона, для панировочки. Мы берем нашу курочку, сначала в муку, хорошо обваливаем в муке. Так. Хорошо. Вообще шницель же можно из любого мяса, да, готовить? Из любого. Индейка, ну, соответственно... Из любого из птицы ты имеешь в виду? Из птицы, да, и порнокопытные. То есть, ну, соответственно, не барашек, конечно, с барашкой, я не знаю, что кто-то шницель готовит. Но тем не менее, из птицы в первую очередь, как бы мясо нежное, потому что быстро готовится. Так. Быстро готовится в лизон сначала, после муки. Так. Потом очень хорошо надо запанировать ее, в панировочных сухарях. Да, вот, ну, к тебе вопрос, естественно, не могу не задать. А ваши творческие планы? Ну, чем ты нас порадуешь в будущем? А может быть, уже в настоящем? Сейчас, да. Вот мы снимаем «Городские легенды», четвертый сезон, поэтому скоро зрители... Продюсер? Я продюсер. Я продюсер, сабит-продюсер Ахимбаев, мой друг, партнер, коллега. Паш, а мы пока делаем-делаем, не стоим на месте. Плюс мы планируем юмористический концерт сделать во Дворце Республики для всех жителей города Алматы и гостей. Это планируется в сентябре у нас, ну, чтобы подготовить новое шоу. Ну, может, хотя бы там завесу немножко прятать, кто там будет. Еще работаем, там будут все, кого вы любите и знаете. Расскажем об этом подробнее, услышат еще зрители. И мы готовим совместный проект, это полнометражный фильм с участниками стран Таможенного Союза. У нас, как бы, наши коллеги по цеху, друзья, юмористы из Армении, Белоруссии, Кыргызстана. Это будет юмористический фильм? Комедия? Это будет, да, такая комедия. Казахстан, естественно. А я могу быть представительницей стран СНГ, Азербайджан, Казахстан? Вот, конечно. Я хочу сняться там. И сейчас мы работаем над идеей, над созданием, да, вот этого... Что мы делаем, Паша? Я думаю, что будет интересно для всех государств Таможенного Союза. А это вы планируете когда? Это будет комедия. Вот сейчас идет подготовительный процесс, сейчас мы утверждаем графики съемок, сценарий. Ну, понятно, что это будет комедия, которая вообще... Ну, уже точно, это комедия будет. А, Паш, мы что делаем? Да, нам понадобилось масло, мы налили масло в сковородку, нагреваем. То есть задача не перегреть, потому что сухари сгорят. Ага. То есть, да, вот определенное какое-то время ее прогреваем. Можно проверить по-разному, кинуть пару сухариков, то есть вот они еще не шипят, значит еще рано. То есть буквально минутку. Вот. Потом мы обжарим наш шницей на масле до золотистой корочки и полнопротивень уберем в духовку 180 градусов 6-7 минут до готовности. Вот. Пока будет у нас стоять шница в духовке, мы приготовим спаржу. Ореховый крем у нас практически готов, нужно будет только его заправить майонезом. Быстро, как ловко. Есть такая веселая песенка, пока она записана у меня в блокноте, но еще на студии. Ну слушай, ну спой нам кусочек. Не могу добраться до студии. Хотя бы кусочек. Это песня про казахские традиции. Песня на мотив района-квартала из репертуара группы «Звери». Там, значит, как... Бананы и хаза в пакете набитом, я ухожу, ухожу с сархотом. Кстати, я надеюсь, что тоже с этой передачи уйду с сархотом. Ну, у вас же положено. Конечно, да даже не сомневайтесь. Но об этом потом. Даже не сомневайтесь. Все, шница у нас до корочки зажарилась. Убираем сковородку, выключаем пока. Вот всего, посмотрите, как быстро. Да, теперь мы его поставим в духовку, напоминаю, 180 градусов, 6 минут. Мы ставим в духовку, раскаленную до 180 градусов, на 6 минут. Всего ли 6 минут? И вы порадите своих близких. Всего ли 6 минут отделяют нас от трактинга. Слушай, ну ты наверняка же часто участвуешь в кулинарных программах. Неужели не было желания что-то такое повторить у себя на кухне? Или просто некогда? Всегда. Я вот сейчас после вашей передачи пойду на базар, куплю курицу, спарду, орехи. На, дорогая, я тебе сейчас расскажу, как это делается. Конечно, нужно же закрепить. Ну да. Повторение мобильчей. Ну, наверное, вам работу тоже найду. Давайте. Вот у нас наши орехи перемолотые с кунжутным маслом. Нам нужно их приправить чуть-чуть перцем. А вы возьмите пока майонез. Так, майонез. Можешь достать провансаль? Чуть-чуть перца и чуть-чуть соли, буквально щепотку соли. Соль всегда нужно везде добавлять. Если честно, во многие десерты даже добавляют соль. А в десерты зачем? Соль раскрывает на самом деле вкусы. Так же, как сахар. Так же, как белое вино. Да, это все как бы... Что мне делать необходимо, Павел? А мы сейчас возьмем новую сковородочку. Так. Павел, вот столько майонеза. Майонеза, я думаю, больше, больше, больше. Нет, больше, больше, гораздо больше. Еще лейте, лейте, лейте. Еще можно. Теперь перемешаем. Не жалей нашего казахстанского майонеза. Не жалей. Богата земляк казахстанская майонеза. Ой, богата. Давай я сделаю красиво. Кстати, запасов майонеза осталось, по-моему, у нас на 140 миллионов лет еще. Серьезно? В Казахстане. Вот это вот такая информация. А это вот сейчас в школе преподаем. Чуть меньше, чем нефти. У нас, да, чуть меньше, чем нефти. Так, Диан, нам нужна будет спаржа. Где ваша спаржа? Спаржа вот чистенькая, красивая. Вот, что получилось? Нет, отлично. Можно похвастаться, да? Да, супер, реконсистенция. Ой, красота. Диана, нам понадобится сейчас сливочное масло. О, у нас есть отличное сливочное масло. Вот такое замечательное сливочное масло. А на глаз можете, Паша? Можно на глаз, да, не проблема. Сколько? Ну, я не смогу, да, точно. У меня глазомер в этом отношении левый. Ну, вот, я думаю, нам вот... Вот так, да? Да. И вот так, пока. Да, мы посмотрим. Ну, я оставлю тогда его здесь пока. Масло нужно растопить. Да, вот, ты когда все это успеваешь? И еще плюс находиться в такой прекрасной физической форме. Скажи мне, пожалуйста, вот правда. Просто у тебя организм какой-то волшебный. Я сейчас качаю ноги сразу одновременно. А. Снимаюсь в передаче, вот. И качаю ноги. Да, 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 да. У меня фитнес сразу вот. Просто зритель не замечает, как меня покачивают. Можно мне наш черный? Да, молотым пирцем. Кстати, мы не забыли про наш шниц? Нет, он я поставил по времени, так что у нас осталась ровно минута. Прям как раз мы укладываемся. Спаржа уже тоже у нас готова. Господа, смотрите, что я приготовил. Класс. Какой ты молодец. А ведь сегодня даже не 8 марта. Ну, теперь, наверное, самый ответственный момент. Мы будем подавать наш шниц. Это действительно самый ответственный момент. Для начала. Вот этот наш ореховый крем. Так. То есть майонез со смесью орехов. На самом деле, я говорил до этого про посуду. Посуда. Вот если бы у нас, допустим, была черная посуда, черная посуда, это бы смотрелось бы чуть-чуть симпатичнее. Потому что... Видите, как это важно. Да, белая на черном фоне, как и зеленая, в принципе, играет. Размазываем крем. Прямо так размазываем? Прямо размазываем, не жалеем. Выкладываем спаржу. Прямо делаем такую немножко как подушечку. Красиво. Немножко расправляем, чтобы было видно мясо. Теперь вот этот салат радикио. Нам его совсем чуть-чуть понадобится. Еще раз, как салат радикио. 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 Но там нет айсберга, да? Нет, нет, нет. Это два вида салата радикио. Радикио розе розовый. И белый тоже радикио называется просто. Немножко выкладываем салат на шницы. Ставим дольку лайма для тех, кто любит. Соответственно, тех, кто не любит. Это у нас салат? Это у нас мангольд. Мангольд. Да. То есть это у нас пойдет для эстетики, для украшения. Ой, красота. В принципе, все. Ну что, давайте пробовать? Давайте. Может, задобрить немного? Да, да, да. Это для этого, чтобы... Да, мам, да. Это чтобы салат не был пресным, потому что мы его ничем не заправляем. То есть, ну, самое вкусное здесь, это, конечно, спаржа, крем и курица. То есть все остальное, это, ну, уже... Тарелка. Мы посмотрим, как ты будешь выглядеть после этого. Старайтесь, старайтесь. Название же придумал. Название жизни прекрасно. Возьмите курочку. Название замечательно. Положите на нее ореховый крем. Полосы соответствуют нашему настроению. Ореховый крем. Да, ореховый крем. Так, а теперь посмотрите, пожалуйста, как правильно кушать. На шницель кладем ореховый крем. Мушек. Все можно кушать. Кусочек спаржа. Спаржу можно в прикусочку. Очень вкусно. Да, прям так, да, вот мне нужно это. Прям с рук. Это всегда вкуснее с рук, как говорится. Шницель с ореховым кремом и спаржей. Отбиваем грудку и приправляем ее солью. Обмакиваем курицу в муку, взбитое яйцо и панировочные сухари. Обжариваем до корочки. Затем отправляем наш шницель в духовку, разогретую до 180 градусов на 6 минут. Тем временем растапливаем сливочное масло и слегка подрумяниваем на нем спаржу. Приправляем солью и перцем. Наш гарнир готов. Измельчаем орехи с добавлением кунжутного масла в блендере. Добавляем в получившуюся смесь майонез и тщательно перемешиваем. Ореховый крем готов. Выкладываем составляющие блюда на тарелку и украшаем салатом Радикио. Приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, дорогие мои. Это было шоу «Магия кухни». Меня зовут Диана Снегина. До встречи в эфире телеканала «Хабар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова